Леща, леща, переход сейчас сделаю. Давай, потом посмотрим. Здравствуйте, сегодня мы расскажем вам о защитных действиях после атаки. Каждая атака заканчивается защитным действием. Первое защитное действие, которое мы рассмотрим, это отскок на дистанцию с выпрямлением передней руки. Мы отпрыгиваем на дистанцию, чтобы провалить соперника. Отскок назад с выпрямлением руки подходит для дистанционной работы. Если мы собираемся контратаковать с дистанции, или если мы высокого роста и вообще весь бой собираемся провести на дистанции, то эта защита нам подходит больше всего. Затем я выпрямляю руку. Если соперник двигается на меня в блоке, он меня пронесет на ту же дистанцию, на которой я был до этого. Рука при этом должна быть статичной. Следующая защита, которую мы разберем, это уклон внутрь или наружу от руки, которой мы закончили комбинацию. Теперь к уклону мы добавим забегание, тоже в разные стороны, влево и вправо. Следующее защитное действие, которое мы будем делать, это нырок. После одной и той же атаки мы будем делать нырок и влево, и вправо. Теперь к нырку мы добавляем забегание. Для людей, которым себя удобнее реализовать в ближнем бою, больше подходят уклоны нырки и забегание. Следующее защитное действие после атаки – это шаг вперед с блок. Сокращая дистанцию, мы не позволяем сопернику контратаковать. Если мы хотим сковать соперника после атаки, то мы перекрываем его собственным предплечем. Следующее защитное действие – комбинированная защита. Ее мы можем делать как на шаге вперед, так и на шаге назад. А чтобы сковывать соперника на ближней дистанции, мы либо накладываем предплечье, либо приближаемся с блоком, либо также приближаемся с комбинированной защитой. Следующий вариант защитного действия – это шаг назад со сменой стойки. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Сегодня мы будем делать с вами специальную подушку, которая поможет нам амортизировать удары. Итак, для этого нам потребуется старый коврик для аэродии. Мы берем с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!